Здравствуйте, дорогие друзья! 11 декабря у меня снова была встреча со своим любимым Воронежским театром оперы и балета. На этот раз в малом зале был концерт «Сокровище Бельканта», посвященный 225-летию со дня рождения Гайтана Даницетти, выдающегося итальянского композитора. Впрочем, всё по порядку. Вот фойе и гардеробная этого милого, хоть и старенького театра, ведь он был построен в далёком 1961 году и требует реконструкции, конечно. Много об этом говорили и писали, но пока всё тихо. Вот я поднимаюсь на второй этаж. Здесь всего около 140 стульев. Это же малый зал. Билеты покупала за месяц до концерта. Всего за 100 рублей. В основном здесь билеты по 300 рублей. Так как я сижу на последнем ряду, и артистам могу показать неполный рост, потому что мешают головы впереди сидящих людей. Вот такой здесь зал. Итак, открывает концерт Артём Борисенко, заведующий оперной труппой театра. Он же сегодня ведущий. У него бас. Он лауреат международных конкурсов, дипломант двух других международных конкурсов, исполнитель арии Петра, партии Петра I в опере «Виват Росси», которую я видела в мае этого года. Затем Екатерина Гаврилова выступила. Дипломант международных конкурсов, исполнительница ведущей партии в оперетах и оперных спектаклях. У неё великолепная колоратурная сопрано. Очень привлекла она наше внимание. Концертмейстер Светлана Андреева, заслуженная артистка Российской Федерации, дипломант всесоюзного конкурса имени Шаляпина. Во многих концертах она участвует. Я её много очень раз видела. Далее баритоном пел Кирилл Афонин. Он исполнял множество ведущих партий. В этом театре он работает с 2011 года. Очень много раз мне приходилось, посчастливилось видеть и слышать его. Концертмейстер у него была Елена Юдина, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Естественно, все номера исполнялись на языке оригинала, то есть итальянском языке. Это Мария Бойко. Прекрасно исполняла своя меццо-сопрано. В концерте прозвучали арии сцены из опер. Это Линда де Шамуни, Дон Паскуале, фаворитка, любовный напиток, ключи де ла Мэр Мур. Это были шедевры оперного искусства. Это Фёдор Костюков, баритон, лауреат Международного всероссийских конкурсов. В 2014 году работает в театре. Награждён медалью за воинскую доблесть второй степени Министерства обороны Российской Федерации. Оксана Шапошникова уже 14 лет работает в театре. Лирика колоратурная, у неё сопрано с полным диапазоном. Лауреат международных конкурсов. Настоящие оперные девы исполняли здесь арии из опер. Очень во многих концертах она участвовала, в спектаклях, в операх, в оперетах. Я много раз видела её. Просто мы восхищались. Зрители сидели. Бельканта – это техника такая виртуозного пения. Солисты театра покорили нас, зрители, своим обаянием и мастерством. Содружившись с концертмейстерами, они блестяще исполняли свои партии. Иван Журавлёв в театре вот из 2021 года обучался у Любови Казарновской, лауреат международных и всероссийских конкурсов. И сам Артём Борисенко тоже исполнил для нас свою партию. Но Петра Первого, который я в мае смотрела «Виват Россия», он играл безукоризненно, просто главную роль партии своей пела. Вот это из любовного напитка, бутылочка. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Конечно, в завершении концерта все участники вышли к зрителям и долго-долго слушали продолжительные благодарные аплодисменты. Мы были поражены их мастерством, их искусством исполнения. Как же здорово всё это слушать, видеть, вдохновляться. Наш театр Воронежской оперы и балета — очень бесподобный просто театр. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...